Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. У нас есть эмблема, у нас есть девиз «За уживых оплакивай мёртвых, развивай молнии». И он, наш психфарм, гороучитель, просит нас, обязательно рассказывайте людям, отвечайте людям на их вопросы. Пускай эти вопросы могут показаться большинству зрителей сложными, но тем не менее, поверьте мне, они имеют большую практическую ценность, потому что это сказывается на всех наших зрителях, которые лечатся и принимают нейролептики. Сегодня мы будем рассказывать о сочетании комбинаций типичного-атипичного препарата, и вообще-то попытаемся развлочить вот этот самый миф, что нужно лечиться двумя лекарствами. Вот такой коммент, Михаил Юрьевич, имеется в виду двумя нейролептиками. Несмотря на ваше предпочтение, ваше отношение к возможной комбинации типичного и атипичного нейролептика. Пришло время ещё раз обратиться к этой теме, и она нам представляется очень важной. Вот очень многие пациенты, поверьте мне, таких пациентов, я думаю, не менее 50%, они получают два нейролептика сразу. Зачем это всё происходит, я обязательно как-нибудь расскажу в ближайшее время. Существует очень и очень старинное поверье о том, как нужно сочетать препараты. Я думаю, что надо его пришла, пора разоблачить. Сегодня давайте остановимся не на этом. Нам говорят, что надо сочетать типичный-атипичный. Но вообще-то говоря, ведь это возможно только в том случае, если действительно у нас есть типичные-атипичные нейролептики. В противном случае весь этот лозунг сочетать типичный и атипичный, это будет просто сочетать два нейролептика. Что, конечно же, никому не понравится. Так вот, это очень важно, чтобы вы поняли, что на самом деле типичные и атипичные препараты, они в общем-то не существуют. Вы скажете, ложь, это вгдёшь и провокация, но на самом деле, поверьте мне, это так. И с этим согласны ведущие психофармакологи мира. Сейчас я попытаюсь вам это всё объяснить. Итак, вообще-то говоря, самые разные учёные пытались сказать, что есть атипичные и есть типичные нейролептики. Я думаю, что многие врачи к этому привыкли. Ну и если вы к врачу какому-то придёте и скажете, что этого не бывает, наверное, он на вас посмотрит, как на человека, страдающего шизофренией. Но на самом деле давайте мы вникнем в эту проблему, ну и просто посмотрим хотя бы, ну скажем так, с первого приближения, действительно ли атипичные препараты отличаются от атипичных. Итак, первый миф, который обязательно нужно проверять. Атипичные нейролептики действуют на серотониновый рецептор. Действительно, есть такой миф. Но обратимся, например, к Драгбанку. Там есть такой препарат, который называется хлорпромазин-аминозин. Я думаю, никто из людей, которые живут на нашей Земле, они не будут называть первый нейролептик атипичным. Все скажут, что это типичный препарат. Но этот нейролептик очень-очень неплохо действует на серотониновые рецепторы. Правда, мало об этом кто знает, но потому что люди вообще очень мало знают о механизме действия нейролептиков. Таким образом, понятно, ну какой же тогда хлорпромазин атипичный? Он типичный, он, конечно же, атипичный. Получается, в общем-то, чушь. На самом деле, эта чушь, она и есть, когда пытаются делить типичные атипичные препараты. Обратите, пожалуйста, внимание, есть ответвление этого мифа такой лайт-вариат, что больше действует на Д2-дофаминовые рецепторы, меньше на серотониновые. Ну, это типичный препарат. И наоборот, это атипичный. На самом деле, и это тоже не так. Как-нибудь мы этот миф тоже обязательно разоблачим. Но есть и другие мифы, которые тоже необходимо разоблачить. Ну, например, миф о том, что атипичные нейролептики – это какая-то группа препаратов, которые объединены единым механизмом действия. Это абсолютно не так. И в этом со мной согласны крупнейшие клинические фармакологи мира. В частности, профессор Стивен Шталь, который, кстати, издается сейчас на русском языке. Очень рекомендую его книжку. До сих пор продается. Видимо, мало покупает. Ну, может быть, потому что стоит. Достаточно дорого, я не знаю. Но всем советую все равно купить. Потому что книжка очень и очень интересная. Специалист по психофармакологии первостатейный. Ну, и он, в частности, так аккуратный. Он вообще очень аккуратный человек. Он никогда не говорит там особо там напрямую и шашкой на голову. Потому что все-таки сотрудничает с фармацевтическими компаниями. Но он тоже первым засомневался в том, что существуют атипичные-типичные препараты. И, в частности, он это очень мягко критикует следующим образом. Он вообще-то говорит, а что делает антипсихотик атипичный? Вот существует ли этот единый механизм, который дает нам возможность сказать, что этот вот механизм, это атипичный, а вот этот механизм, он типичный. Ну, и обратите внимание, он рассуждает в своей книжке о том, что делает антипсихотик атипичным. И находит несколько подходов. Ну, или несколько вариантов. Ну, во-первых, некоторые утверждают, что это антагонизм, обратный организм к серотонину 2-а рецепторам. Проще говоря, блокирует этот препарат 2-а рецептора или нет? Действительно, есть такие препараты, которые эти рецепторы блокируют в значительной степени. Но другие препараты этим не занимаются. Они, например, действуют на серотониновые 1-а рецепторы. И вовсе не антагонисты, не блокируют, а их, наоборот, возбуждают. Ну, например, скажем, корепаразин и репепрозол. То есть, у нас с вами получается такой разнобой, да? То есть, разные препараты. Все они атипичные, но механизмы действия вроде бы самые разные. Есть ещё одна гипотеза, которая говорит о том, что, собственно говоря, делает препарат атипичным. Препарат быстро присоединяется к D2-дофаминовым рецепторам и быстро уходит из этой связи. Например, клозапин и квитиопин. Вроде бы это делает эти препараты атипичными. Ну и, наконец, парциальный организм к дофаминовым D2-рецепторам, о чём мы много раз рассказывали. Крепаразин, арипепрозол, брекпепрозол. Вроде это делает препараты атипичными. Вы поняли, что на самом деле единого механизма, который был свойственен для этой группы препаратов, их нет. Ну и, соответственно, это всё подмывает вот это наше желание разделить препараты на атипичные и типичные. Следующий миф, который обязательно надо развеять. Атипичные нейролептики меньше нарушают движения больных, к сожалению. То есть, меньше вызывают лекарственные препараты. Это тоже на самом деле миф, и он довольно легко разоблачается. Ну, на самом деле, что делают нейролептики? Блокируют D2-дофаминовый рецептор по всему головному мозгу. И, соответственно, снижают активность дофаминовых нейронов по всему головному мозгу. Нас в данной ситуации интересует путь негро-стриарный, который обеспечивает функции стриатума, обеспечивает программирование начала движения, запуск автоматизированных движений, согласование произвольного и непроизвольного компонентов движения, участие в организации высших психических функций, то есть, опять же, тоже связанных с движением. Так вот, в чём состоит беда? Давится активность нейронов дофаминовых. Ну и тогда наступает вот это неприятное состояние, лекарственный паркинсонизм, вот такое дутловатое лицо, как сейчас помню, пришёл в ординатуру, нас учили. Это следствие дефекта при шизофрении. На самом деле, это не следствие дефекта при шизофрении, а следствие того, что пациента перекормили галлоперидолом. Ну и затруднение в начале движения, такой тремор особый. Проще посмотреть вот на этом слайде, здесь всё перечислено. Во-первых, это, конечно, прошу прощения, братикинезия. Это затруднённое движение, то есть, это замедленное движение. Вот очень легко это определить. Человеку трудно начать движение и трудно ускоряться. Просто попросите больного, который находится под нейролептиком, пойти быстрее. Больной может чуть ускориться, но потом, когда ему скажете ещё быстрее, он просто этого не сможет сделать. Объединённое выражение лица, уже об этом говорил, нарушение речи, которое очень часто тоже воспринимается как дефект. Медленное вот это начало и ускорение невозможно. Ригидность мышц, когда они сопротивляются тому, что, например, их начинаешь сгибать. Верхние конечности поражаются больше нижних. И особый такой тремор в покое. Вот эти все явления, они возникают и купируются, как правило, антипаркинсоническим препаратом. Что там происходит, почему это всё нужно вам знать, для того, чтобы перейти к доказательству того, что атипичные, атипичные на самом деле не различаются по этому профилю. Ну, повышается активность, понижается активность дофаминовых нейронов в результате нейролептической блокады. И повышается содержательная активность ацетилхолиновых. Так вот, если эту повышенную активность ацетилхолиновых нейронов снять за счёт холинолитиков, то тогда и вот этого паркинсонизма лекарственного станет меньше. Почему нельзя действовать на дофаминовые нейроны? Ну, просто потому, что мы их даем активность для того, чтобы не было бреда и галлюцинации. Ну, так вот, дают антипаркинсонические препараты, то есть холинолитики. И по количеству назначений холинолитиков можно на самом деле судить. Вот эти препараты вызывают лекарственный паркинсонизм или не вызывают? Вы скажете, как это возможно? Многие наши врачи улыбнутся. Почему они улыбнутся? Ну, потому что у нас принято назначать антипаркинсонические препараты сразу, при любом препарате, неважно, помогают они, нужны они или не нужны. Но, к сожалению или к счастью, на Западе это не так. То есть там такого не делают. Они ждут, когда появится явление лекарственного паркинсонизма, и тогда назначают корректоры. Поэтому по назначению корректоров можно определить, собственно говоря, является ли этот самый препарат, вызывает этот лекарственный паркинсонизм, или не вызывает, как часто. Так вот, при лечении, обратим внимание, конечно, очень интересный мета-анализ. 32 антипсихотика, которые назначались перорально при шизофрении. Так вот, обратите внимание, есть там сравнение различных препаратов по частоте назначения этих холинолитиков. И вот тизерцин, теоридозин, санопакс, они требовали меньшего назначения и реже назначались значимо антипаркинсонические препараты в сравнении с зипразидоном, палиперидоном и респиридоном. То есть вот этот вот миф о том, что атипичные лучше, чем типичные, здесь он просто не работает. Ну и еще очень важный миф. Очень часто говорят о том, что атипичные препараты помогают при негативных расстройствах. Это тоже не так. В этом очень легко убедиться. Что такое позитивное и негативное расстройство? Я думаю, что вы уже привыкли. Много раз рассказывали о том, что шизофрения – это повышение активности дофаминовых нейронов в мезолимбической системе, снижение активности дофаминовых нейронов в мезокортикальной системе, отсюда гипер- и гиподофаминовые симптомы. Я предпочитаю это обозначение, которое я придумал сам. Почему? Ну, потому что бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление, грубо нарушенное поведение, переживание о владении и контроль над собственными мыслями. А человеку кажется, что там ФСБ, ЦРУ или какие-то инопланетяне овладели его телом и заставляют его двигаться, даже думать, вкладывают какие-то мысли. Это, конечно, очень и очень серьёзная ситуация. Вряд ли она кому-то понравится. Какие уж позитивные, положительные симптомы. Это, конечно, симптомы гипер-дофаминовые. Ну и симптомы гиподофаминовые. Это суженный, притуплённый, воплощённый эффект. Это скудость речи. Это отсутствие стремления, мотивации, обулии, да, к тому, чтобы достигать какие-то значимые цели. А социальность. Это ангидония. То есть, целый ряд симптомов, которые свидетельствуют о выпадении многих функций. Так вот, я вам честно скажу, что единственным препаратом, который до сего настоящего времени показан для лечения пациентов с негативной симптоматикой, является препарат Солиат. Значит, у нас с вами получается, что один препарат называется атипичным, ну а все остальные типичные. Ну, понятно же, что это не так. И понятно, что на самом деле дело не в атипичных и в типичных, а дело в особенностях механизма действия этого препарата. Несколько раз об этом рассказывали. Поэтому сейчас кратко повторю. Ну, прежде всего, это возможность действовать на так называемый пресинаптический рецептор. Видите, они красно выделены, они находятся слева. Зачем эти рецепторы нужны? Вот те, которые справа, постсинаптические, они нужны для восприятия дофамина, нейромедиатора, для того, чтобы передавать возбуждение дальше. А вот те, которые располагаются на левом нейроне, пресинаптические, то есть находятся до синапса, они предназначены напротив, для торможения первого нейрона. Зачем это всё нужно? Поднялась активность дофаминовых нейронов. Ну, из-за того, что мы получили какое-то хорошее известие. Мы счастливы, мы не хотим работать, ничего делать, не хотим. Мозг должен вернуть нас к действительности. Поэтому лишний дофамин действует на эти пресинаптические рецепторы. Соответственно, активность нейрона снижается, и мы начинаем что-то делать. Так вот, что делает препарат Солиан в низких суточных дозах, 50-300 миллиграммов. Ну, учёные установили, что на самом деле оптимальная доза это 70 примерно миллиграммов. То есть, на самом деле, очень небольшая доза. Вот в этих дозах Солиан действует на пресинаптические рецепторы. Он блокирует их. То есть, он не даёт на них действовать дофамину. И, конечно же, дофамина становится больше, потому что тормоза как бы снимаются. При этом сам дофамин действует на вот эти самые постсинаптические Д2 рецепторы. Это и делает на самом деле Солиан антинегативным препаратом. Потому что на самом деле действует даже не препарат. Препарат только тормоза отключает. А действует сам дофамин, то есть, сам нейромедиатор. Итак, у нас с вами что получается? Что на самом деле типичные и атипичные антипсихотики – это лозунг. И, соответственно, вот когда вам говорят, надо сочетать типичные и атипичные, на самом деле вам говорят, надо вместо одного препарата назначать два препарата. А я всегда против этого. Зачем надо назначать два препарата, когда можно назначить один? Ну и, конечно же, кто это всё придумал вообще? Откуда родилась вот эта идея атипичных антипсихотиков? Как всегда, ноги растут от фармацевтических компаний. Хотелось продавать препараты. Препараты, их много, нейролептиков очень много. Надо, чтобы препараты отличались. Ну и придумали такой, в общем-то, неплохой, я считаю, слоган. Раньше препараты были типичные, а теперь у нас проявляются препараты атипичные. Ну, понятно, что такое атипичные, не характерны для чего-либо. Новый, который имеет какие-то непохожие свойства, ну, типичный, рядовой, старый. Ну, здесь видите, окна атипичные и, скажем, типичные. Вот, собственно говоря, как родилась эта самая идея делить на типичные и атипичные. Вот почему эта идея, что типичные надо сочетать с атипичными, она просто невозможна. Ну, потому что нет типичных атипичных, на самом деле человек спрашивает, а надо ли сочетать два препарата. То есть, надо назначать два препарата вместо одного. Что на самом деле надо делать, мы много раз об этом говорили. Сейчас просто кратко переговорю, проговорю нашу позицию по этому поводу. Наша позиция изложена вот в этой классификации, она очень простая. Не надо запоминать механизмы действия, в отличие, скажем, от Стивена Сталя. У нас всё очень просто, Д большое снижает активность дофаминовых нейронов сильно, стрелочка вниз, Д нейролептики. Всё очень и очень просто. Существует группа Д нейролептиков, Д большое, которые сильно снижают активность дофаминовых нейронов. Когда их надо назначать? В тех случаях, когда активность дофаминовых нейронов очень высокая, это преобладание гипердофаминовых симптомов. То есть, это симптомы психоза. Здесь эти препараты являются препаратами первого выбора, обратите внимание, тут всё очень и очень ясно. А вот что надо делать дальше? Да, ну кто-то скажет, а как же седативный эффект того же аминозина? Ведь в психозе седативный эффект тоже нужен, предположим, у галоперидола, он слабенький, и во всём мире делает следующим образом. Поверьте мне, вместо второго нейролептика просто назначают инъекцию бензодиазепина, потому что если не хватает седативного эффекта. Так вот, идём дальше. А вот что дальше делать? Может быть дальше нужно назначать два нейролептика? Вот есть очень, опять же, и очень интересная такая статья, учёные задались вообще идеей. Давайте проверим, а вот что делают люди, имеется в виду психиатры на практике, не какие-то там учёные, да, которые галделы и которые сидят в своих кабинетах. Нет, а что делают психиатры на практике по всему миру, как они действуют после того, как человек отлежал в больнице, и психоз у него прошёл. То есть гипердофаминовые симптомы прошли по большей части, и в основном на первый план выходят симптомы гиподофаминовые. Так вот, некоторые из них, вы не поверите, отменяют препараты. Или снижают дозу препаратов, тех самых, которые люди получали во время нахождения в стационаре. Ну, я думаю, что наши психиатры этого никогда не делают, потому что они знают, что риск обострения очень-очень высок, и, соответственно, конечно, этого делать не надо, потому что что такое риск обострения? Это не то, что там человек опять поступит в больницу, что, конечно, само по себе является трагедией для человека и его родственников. Нет, даже потому что просто, когда у человека психоз, когда преобладают так называемые гипердофаминовые симптомы, просто гибнут нейроны головного мозга, и зачем это всё нужно? Ну, и, соответственно, конечно, вот есть такая стратегия, продолжаем в той же дозе, причём препарат назначается перорально, или назначается в виде пролонга, это когда человеку делают инъекцию, у него в мышце создаётся депо препарата, которое постепенно расходуется, каждый день из него уходит небольшое количество препарата для того, чтобы поддержать его состояние. В чём тут возникает беда, и в чём возникают проблемы? Если мы будем продолжать назначать те же самые препараты, D большое со стрелочкой вниз, то тогда мы будем сильно давить активность дофаминовых нейронов по всему головному мозгу. Беда состоит в том, что это приведёт к побочным эффектам. Причём здесь очень и очень трудно разойтись между этими побочными эффектами, скажем, гиперпролактинамии и тем же самым лекарственным паркинсонизмом. Тут очень и очень небольшая разница между дозами. То есть, вот доза, которая блокирует 65% до 2 дофаминовых рецепторов, отключает определённое количество дофаминовых нейронов, даёт антипсихотический эффект, но чуть больше, это уже РУС в сторону, пролактина, чуть больше это затруднения движения, о которых мы тоже сегодня с вами говорили. Так что на самом деле здесь очень и очень возникают большие проблемы, не говоря уж о том, что гасить активность дофаминовых нейронов длительное время плохо, потому что мы с вами увеличиваем количество негативных симптомов. Помните, что они все гиподофамины. Поэтому есть, оказывается, четвёртая стратегия, которая сейчас приобретает всё больше и больше показаний, менять препарат. То есть, один препарат мы назначаем в стационаре, другой препарат мы назначаем для поддерживающей терапии. И эта группа препаратов для поддерживающей терапии, мы о них рассказывали, так называемые ДЕНИРОЛЕПТИКИ, со знаком приблизительно, который навязывает дофаминовым нейронам сниженную активность, это корепрозин, это арипипрозол, это брекспепрозол. Мы тут говорим и любим говорить о препарате, который называется РОЛОТЕКС, потому что арипипрозол является как бы, вот в этой группе маленький препарат, он является лидером. РОЛОТЕКС является лидером среди арипипрозолов по доступности и, скажем, качеству фармацевтической субстанции. Пожалуйста, посмотрите, у нас есть много на этот счёт роликов, как действуют эти препараты. Ну, во-первых, они действуют на те же самые прессинаптические рецепторы, но не блокируют их. Они их возбуждают, эти рецепторы, но гораздо слабее, чем сам дофамин. Конечно, они немножко дофаминовую активность снижают, но здесь не это главное. Главное, что они действуют на полсинаптические Д2 рецепторы, которые располагаются справа, и они не, собственно говоря, не дают дофамину действовать на эти рецепторы, но они сами навязывают этому самому дофаминовому нейрону ту активность, которую они могут ему навязать. То есть активность снижена. И, конечно же, вот эта сниженная активность дофаминовых нейронов, она куда как хороша. То есть мы не бьём дофаминовые нейроны до конца, мы поддержим их активность, стабилизируем их активность на неком низком уровне. Это и даёт возможность нам с вами продолжать длительную терапию. Ну и надо, конечно, опереться, нужна доказательная медицина. Журнал Всемирная психиатрическая ассоциация, очень тоже интересный метанализ, много раз его цитировали. Какие препараты в этом отношении очень-очень хороши, конечно, арипипрозол вы здесь видите в группе высокой достоверности данных по снижению риска обострения при поддерживающей терапии. И единственный препарат в группе средней достоверности, а группе высокой нет, средней достоверности данных по низкому риску возникновения побочных эффектов. То есть препарат, который хорошо переносится и снижает риск обострения. Вот этот препарат мы всегда рекомендуем для поддерживающей терапии. То есть, ещё раз говорю, речь идёт не о том, что надо назначать два нейролептика, речь идёт о том, что надо мудро использовать разные нейролептики в монотерапии, а не назначать два нейролептика сразу. Теперь, почему Рлатекс Арипипрозол куда как оказался хорош, ну, это нам опять же рассказывает сам Штефан Стальн. Дело в том, что вот здесь он придумал такую картиночку в виде спидометра, вот дофамин, это как бы сам нейромедиатор, вот он даёт стопроцентную активность, видите, корепрозин даёт меньшую активность, гораздо меньшую активность, а Арипипрозол даёт Рлатекс активность большую. И это всё нас пододвигает к мысли, что Арипипрозол это очень хорошее сочетание возможного, то есть, мы предотвращаем активность дофаминовую, резкий её рост, но и в то же время мы не даем активность дофаминовых нейронов, не снижаем её и всё-таки даём дофаминовым нейронам жить. Так что, прошу любить и жаловать, вот наш подход к тому, как надо назначать препараты, ещё раз, вдумчиво, сознание механизма действия, без маркетинговых лозунгов о том, что есть типичные, есть атипичные, что атипичные лучше типичных, это всё не так, это всё пустое. Более того, вот я когда думал о том, чем закончить эту лекцию, я вспомнил такую историю, я уже о ней рассказывал, при мне было, академик Смулевич, академик Смулевич, который тоже в общем психофармогологию понимает, звонил русскому Штефану Сталю, профессору Масолову, с таким простым вопросом, является ли глонил атипичным антипсихотиком. То есть, я вам ещё раз обращаю, то есть, такие люди, как академики, не знают, является препарат атипичным или типичным. Значит, понятно, что простые врачи, в общем, тоже это не должны знать, да и не могут этого знать, потому что, ещё раз говорю, типичные и атипичные препараты, это всё надуманная на самом деле классификация. Существуют различные препараты по их механизмам действия, они могут группироваться в группы, но, как видите, совершенно на основании других принципов. Кстати, наша классификация, она лучше подходит для лечения больных, чем классификация на типичные и атипичные препараты. И ещё раз вас прошу, избегайте назначения двух препаратов, ибо вы не назначаете типичные и атипичные, вы просто назначаете два нейролептика, и всё. Ну и к тому же, используйте устаревший слоган, атипичные препараты хорошие. Как всегда в конце лекции, я вас прошу, подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, комменты, лайки, нам бы хотелось, чтобы наши знания распространялись, поэтому нам это очень важно. Становитесь спонсором нашего канала и до новых встреч!